Почему человек ведет себя уважительно по отношению к другому человеку? Ну, то есть принимает внимание его пожелания, какие-то интересы. Почему мы так делаем? Почему люди так делают? Могут быть разные причины, могут быть, ну, просто такие правила. Если ты не будешь это делать, у тебя будут проблемы. То есть страх, вот под влиянием страха люди проявляют эти качества. Ну, либо выгода, ну, либо выхода нет просто какого-то. Но бывает же так, что мы проявляем уважительное отношение к другому человеку, даже если нас не заставляют. Просто вот как-то хочется сделать для человека что-то хорошее, учесть его интересы. Бывает же так? Почему человек это делает? Потому что он испытывает чувство уважения. Итак, чувство уважения, по-хорошему, оно должно быть тем, что вдохновляет человека проявлять уважительное отношение. Что такое чувство уважения? Я спрашиваю обычно у людей, которые ходят на мои занятия, можете описать, что такое чувство уважения? Как это выглядит? Почему вы его уважаете? Ну, говорят, не знаю, вот хороший человек. Ну, в смысле хороший человек? Ну, у него так вот, он так себя ведет, он так вот выглядит как-то вот, ну, просыпается у меня уважение к нему. Да, все правильно. Какие-то качества характера, какие-то ценности, которые есть в этом человеке, пробуждают во мне восхищение. Итак, чувство уважения рождается в тот момент, когда я вижу в другом человеке ценные для меня качества. Не любые качества, а именно ценные для меня качества. Например, какой-то человек пишет красивые стихи. И если я не разбираюсь в стихах, то я не могу понять всю красоту того, что он написал. Я не понимаю, и поэтому я не испытываю какого-то восхищения всем этим. Я не понимаю, почему нужно уважительно к нему относиться. Другой человек, который разбирается в стихах, он восхищается. Вы посмотрите, какой слог, как здорово, как поэтично, удивительный человек. Что я могу сделать для вас? Знаете, другой человек, ему нравятся большие черные мотоциклы. И когда он видит, когда едет, знаете, такой вот на харме какой-то здоровый мужик в кожаной куртке, да, с шипами, да, он говорит, вот молодец, вот крутой мужик. А другой смотрит и думает, ну, непонятно, это же опасно ездить на мотоциклах. Легко можно попасть в ДТП. И все, и конец. Итак, чувство уважения рождается только в тот момент, когда мы замечаем в другом человеке ценные для нас качества. Возникает чувство восхищения.